А в главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенька. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Образовательный ультиматум. Чем пригрозила Венгрия Украине на заседании Совета ЕС и какая страна поддержала Киев? Попытка номер 17. Как львовская чиновница проходила тест на алкоголь? Драгер не дрогнул? Убийство в кабинете в Ужгороде застрелили директора обувной фабрики. Кого подозревают? Австрийская коалиция. С кем в новом парламенте будет объединяться самый молодой канцлер в истории? Киев нарушил соглашение об ассоциации с ЕС. Такова оппозиция Будапешта из-за украинского закона об образовании. В Венгрии они намерены спускать дело на тормозах и планируют вынести образовательный вопрос на рассмотрение ближайшей сессии Совета по ассоциации с Украиной. Сегодня об этом заявил венгерский министр иностранных дел в Люксембурге накануне встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Чем нам все это грозит, выясняла Елена Абрамович. Об украинском образовательном законе Венгрия упоминают при каждом удобном случае. На прошлой неделе в Страсбурге во время сессии Совета Европы. Теперь в Люксембурге на встрече министров иностранных дел ЕС. Речь идет о законе, который предусматривает постепенное увеличение доли украинского в школах национальных меньшинств. Киев называет это шансом для детей получить доступ к украинскому высшему образованию в Венгрии, а также Молдове, Румынии и Россия ущемлением прав человека. Они отобрали право у всех меньшинств использовать родной язык во время получения образования в возрасте от 10 лет. Это грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств и это грубое нарушение соглашения об ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета Ассоциаций с Украиной мы должны внести этот вопрос в повестку дня, чтобы решить ситуацию. Рассудить, насколько новый закон сбалансирован, должна также Венецианская комиссия. Киев направил туда документы несколько недель назад. Свои замечания международные эксперты обещают предоставить в декабре. Тогда же состоится следующее заседание Совета Ассоциаций Украина-ЕС, на котором Венгрия обещает вынести вопрос на обсуждение. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. А вот Варшава на стороне Киева. Польша против пересмотра соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Так заявили в польском МИДе в ответ на запрос Украинформа. Образовательную проблему поляки призывают решить путем диалога. Что касается изучения польского языка в Украине, в ведомстве подчеркнули, внимательно следят за ситуацией. 26 октября украинский министр образования встретится с представителями польской общины в Украине, где и обсудят скандальный вопрос. Украина получила мандат в Совете ООН по правам человека. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел Украины. Дипломат подчеркнул, теперь у Киева появилась еще одна площадка, чтобы отстаивать права человека не только в мире, но и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Участников Совета путем тайного голосования выбрала Генеральная Ассамблея ООН на период с 2018 по 2020 годы. Новое задержание в деле о махинациях с закупками топлива Минобороны. В нем фигурирует, напомню, и замминистра Игорь Павловский. Накануне его задержали, а затем отпустили под домашний арест. На этот раз под прицел НАБУ попал один из инвесторов компании, причастной к закупкам, Владимир Трофименко. Как все было и в чем его обвиняют, спросим у Елены Зориной. Она следит за историей. Лена, здравствуй, расскажи, предъявили ли подозрения задержанному? Добрый вечер, Катя. Но обо всем по порядку. С утра инвесторы компании Trade Committee, той самой, которая якобы причастна к топливным схемам, засыпали обвинениями НАБУ, дали пресс-конференцию и заявили, что все их действия в истории с закупкой топлива были законными. Дело НАБУ не имеет оснований, как и инвесторы прямого отношения к компании также не имеют, дескать, просто давали деньги. Я не акционер компании и не менеджер компании. Мы с моим товарищем, с Володей, являемся инвесторами компании, финансируем или, можно сказать так, организовываем финансирование различных проектов этой компании. Все должностные лица, в том числе Министерство обороны и компании Trade Committee действовали прозрачно, законно и на законных основаниях соблюдением всех необходимых процедур. Ответ НАБУ не заставил себя долго ждать и буквально сразу после пресс-конференции одного из инвесторов, Владимира Трофименко, задержали и отвезли в здание НАБУ. Произошло это в обед, но подтвердили задержание в бюро только под вечер. По версии следствия, Трофименко якобы был в сговоре с чиновниками Минобороны и подозрение ему уже предъявлено. По той же статье, что и недавно задержанному замминистра обороны Павловскому за владение и растрата имущества в особо крупных размерах. Это же подтвердили нам и адвокаты Трофименко, и вот что они говорят. Это расследование начали год назад. Речь идет о хищении почти 150 миллионов гривен при закупке топлива. В деле фигурируют четверо чиновников Минобороны, в том числе и замминистра, а также представители компании Трейдкоммадити. Сообщалось, что двое из подозреваемых в бегах, в том числе и директор. Но сегодня, как сообщили в пресс-службе компании, он находится в отпуске и якобы намерен вернуться в Украину. Эту информацию в НАБУ пока не комментируют. А что же касательно Трофименко, то его до сих пор допрашивают. Но эту ночь он, скорее всего, проведет в СИЗО, а меру пресечения для него должен определить суд. И адвокаты надеются, что это произойдет уже завтра. Катя. Лена, спасибо тебе за детали. Елена Зорина рассказала новые подробности в деле о махинациях с закупками топлива Минобороны. И снова к ситуации вокруг назначения судей Верховного суда Украины. Общественный совет добросовестности выступил против назначения судей касационного суда Лилии Екатеринчук. Ныне судей Верховного суда Украины. Гражданские активисты подозревают служительницу Фемиды в принятии незаконных решений, коррупции и неправомерном обогащении. Больше в нашем материале. Лилия Екатеринчук, судья Верховного суда Украины, уже не раз привлекала внимание гражданских активистов. Согласно ее декларациям, при зарплате в 300 тысяч гривен в год, служительница Фемиды делает покупки на миллионы гривен. Лилия Екатеринчук владеет двумя элитными автомобилями – джипом Lexus RX 350 и Toyota Camry. Их стоимость около трех миллионов гривен. За годы Фемида щедро одарилась судью Екатеринчук и землей. В Киево-Светошинском районе она приобрела три немалых земельных участка общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров. И еще одним на тысячу квадратов в селе Гниден. Судья владеет и тремя домами – один на 77 квадратов и два по 340 квадратных метров в элитном поселке под Киевом. Лилия Екатеринчук, чья карьера стремительно пошла вверх во времена премьерства Януковича, не забывала и о семье. В центре Киева судья приобрела две квартиры по 140 квадратов и оформила их на дочь. Гражданские активисты подозревают Лилию Екатеринчук и в вынесении неправомерных решений. Так, в 2013 году она входила в коллегию судей, которые узаконили передачу в частные руки территории госсанатория Таврида в Алуште. Участок площадью в 25 гектаров тогда достался частной фирме за бесценок. Сын судей Катеринчук Андрей Голяк работает замом директора по экономике скандального Ивано-Франковского котельно-сварочного завода. Сотрудники некогда успешного предприятия, работавшего на оборонку, уже не раз обвиняли руководство в доведении завода до банкротства. Недавно менеджмент предприятия выставил на торги 22 лота на 43 миллиона гривен. Возможно, этим объясняется и щедрый подарок 2 миллиона гривен, который, судя по декларации, в прошлом году сын перечислил Лилия Екатеринчук. Гражданские активисты уже не раз обращались в правоохранительные органы с просьбой проверить миллионные покупки скромной судьи Лилии Екатеринчук, а заодно и правомерность ее решений. Свои запросы правоохранителям направим и мы. И обязательно расскажем о результатах. Дипломатический прием алкоголя. Львовская чиновница, ответственная за международные связи, на днях совершила автотур по городским ресторанам. География веселительных заведений была широка, а количество продегустированных напитков велико. Остановили турне патрульные. Но, видимо, от усталости алкотест чиновница смогла пройти только с 20-й попытки. Теперь утверждает, показаниям Драггера верить нельзя. Галина Якушко знает все подробности. Начальницу департамента международной технической помощи и сотрудничества Полину Лиз с коллегами местные активисты заметили в одном из ресторанов в центре Львова ночь на 14 октября. Рассказывают, чиновники много выпивали. Из ресторана Полина Ли направилась в элитный ночной клуб на своей БМВ. Активисты говорят, девушка неслась по городу со скоростью 100 км в час, не останавливаясь на красный свет светофоров. Поэтому вызвали патрульных. Вот как чиновница проходила проверку на Драггере. После 20 попыток прибор наконец показывает результат. Полина Ли утверждает, Драггер сломан и теперь ждет результатов медэкспертизы. Протокол декорирования в нетверезом состоянии и за санкцией суду, за решением суду, санкция за такое порушение 10 тысяч тысяч гривен штрафа и избавление прав на один риск. Никаких кадровых решений относительно Полины Ли в облгосадминистрации пока не принимали. Мол, выходные, да и результатов экспертизы решили дождаться. Правда в том, что она подтвердит наличие алкоголя в крови чиновницы. Активисты сомневаются. Говорят, им сообщили, что врачей пытаются подкупить. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. В Одессе освободили мужчину, которого знакомые посадили на цепь, требуя вернуть долг. В полицию с заявлением о похищении обратилась жена. Правоохранители нашли пропавшего в одном из гаражей. Он был прикован к стене. На мужчину надели ошейник с железной цепью. По словам Одессита, своим мучителям он задолжал всего 50 долларов. Убийство прямо на рабочем месте в Ужгороде расстреляли директора обувной фабрики. Подозреваемого задержали. Кто он и почему открыл огонь? Подробности у моих коллег из Ужгорода. Генерального директора обувной фабрики расстреляли около 11 утра. Прямо в служебном кабинете. Он потерялся здесь в военном знакомом. Он достал пистолет и четыре раза выстрелил. Потерпел и помер прямо на месте подъема. Полиция получила подозреванного прямо на месте подъема. Вылечила оружие и отправила на экспертизу. Версии убийства в полиции пока не озвучивают. Погибший 54-летний Андроник Никогосян, известный в области бизнесмен, возглавлял закарпатское отделение Союза армян Украины. Активно поддерживал разные виды спорта. Даже получил за это награду от обладминистрации. В убийстве Никогосяна подозревают его бывшего бизнес-партнера Вардана. В 90-х они открыли обувную фабрику в Ужгороде. На фото, которые легко отыскать в интернете, они часто вместе. Вот в 2014-м передают помощь в зону АТО. Это весной на одной сцене с победителями соревнований по легкой атлетике. Убийство шокировало знакомых предпринимателей. Они допускают, что причиной ссоры могли стать долги. Вардан всегда был импульсивным, таким взрывным. А Вардан – это символ такого, по-русски, хладнокровия. Он всегда был вываженный, вытриманный. Между ними действительно были проречия связаны с грошимом. Вардан еще остался долго после того, как они бизнес разделили. То он остался долго там. И вместо того, чтобы вертать деньги, то играл в азартные игры. По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. А в Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси. Как сообщили в полиции, это заметили патрульные на Троещине. Они остановили машину, задержали пассажира и вызвали следственно-оперативную группу. Парень объяснил, что решил избавиться от боеприпаса, увидев патрульную машину. Боялся наказания за незаконное хранение оружия, но теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы за незаконное обращение с ним. В зоне АТО очередное обострение. Сегодня боевики уже 12 раз открывали огонь по украинским позициям. В основном на Донецком и Приморском направлениях. Впрочем, досталось не только армейцам. Противник 40 минут обстреливал из минометов железное. Одна из местных жительниц получила серьезное ранение. Повреждены 15 домов. Целый час под огнем находились и окрестности Артемова, где вообще нет военных объектов. Подробнее о ситуации на передовой Руслан Смещук. Армейские позиции напротив оккупированного Коминтерного, что под Мариуполем. Противник на расстоянии автоматного выстрела. Перестрелки тут происходят постоянно. Боевики используют тактику тревожащего огня. Начинают автоматные черты, коротенькие. Когда вижу, что мы не реагируем, переходят на больше тяжелые. Кулеметы. Бьют прицельно. Они стоят там на расстоянии 500-400 метров. Иногда используют и более тяжелые калибры. Олег получил контузию во время минометного обстрела. В госпиталь парень не обращался, контузию перенес на ногах. А это уже село Березовое под оккупированным Докучаевском. Тут праздник. Заработал водопровод. Сколько воды немало на Березово? Ну, долго. Год? Два? Три? Три. Я начали взрывать? Перебили где-то? Отремонтировали опять. Перебили? Отремонтировали. А потом она исчезла, потому что та сторона между той стороной, что они там не поделили. Они взаминировали. Да. Пока водопровод не работал, местные жители обходились водой из колодцев. Но пить ее нельзя. Слишком много извести. Если я посуду раньше мыла, у меня все белое. Если я не успела сразу перетереть, это все белое. Это невозможно. Стакан было взять, как будто молоко там в нем было. То сейчас помыло, перевернуло стекло идеально. Для возобновления центрального водоснабжения пришлось даже новую электролинию построить. Все за деньги миссии Международного Красного Креста. Полтора года, даже, наверное, уже больше. Да, не было на ней электроэнергии. Насосная была в рабочем состоянии. Там мы немного подремонтировали. Заменили энергетическое оборудование. И поправили проект, который линией электропередачи от села Березового до БНС. Кроме Березового, долгожданную воду получили два соседних села. Степовое и Тарамчук. И около 6 тысяч жителей оккупированной Еленовки. Гуслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. До 300 возросло количество жертв терактов в Сомали. Еще почти столько же человек ранены. 14 октября на одной из улиц столицы Магадиша взорвался грузовик. Ответственность не взяла на себя ни одна террористическая группировка. Министр информации в Сомали заявил, что за нападением стоит радикальная исламистская организация Аш-Шабаб. Тесно связанная с боевиками Аль-Каиды. Обе группировки уже давно ведут вооруженную борьбу против центрального правительства. И препятствуют гуманитарной деятельности ООН в стране. Помочь Сомали с лечением пострадавших вызвалась Турция. Наши турецкие братья прислали нам военный самолет. Мы очень благодарны за это президенту Эрдогану и его народу. 40 самых тяжело раненых в сопровождении родственников отбыли сегодня из Магадиша в Турцию. По меньшей мере 7 человек ранены в результате взрыва на нефтяной платформе в США. Это произошло на одном из озер в штате Луизиана. Количество жертв может возрасти. На месте взрыва до сих пор горит пламя. Спасатели на лодках прочесывают озеро в поисках выживших. Причины взрыва пока неизвестны. Масштабные учения у берегов КНДР проводят военно-морские силы Соединенных Штатов и Южной Кореи. Тренируются одновременно в Японском и Желтом морях. Американцы задействовали атомный авианосец Рональд Рейгант, два ракетных эсминца, а также две ударные атомные подводные лодки. Маневры завершат 26 октября. Ранее США и Южная Корея провели в регионе совместное учение военно-воздушных сил. В ЕС расширили санкции против Северной Кореи. Решение одобрили на заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. В документе подчеркнули, такие меры приняли из-за угрозы Пхеньяна миру и стабильности. Новые ограничения касаются торговли нефтью, проведения финансовых транзакций и создания совместных предприятий с КНДР. Кроме того, расширили санкционный список северокорейских компаний и чиновников. Небольшая армия тех, кто формирует европейскую политику, может пополниться молодым австрийским новобранцем. 31-летний Себастьян Курц в полушаге от поста канцлера Австрии. В полушаге, поскольку самому молодому лидеру в истории страны предстоит сформировать правительство. С кем дружить собирается, выясняла Татьяна Лагунова. В 31 год без пяти минут канцлер Австрии. И сторонники называют его политическим вундеркиндом. Оппоненты дразнят киндер-сюрприз. Самый молодой министр иностранных дел в истории Австрии Себастьян Курц выиграл выборы. И, похоже, вскоре станет самым молодым лидером страны. Сторонники Австрийской народной партии празднуют победу с плакатами «Спасибо». Благодарят избирателей, которые отдали за политическую силу более 30% голосов. И сделали их лидера Себастьяна Курца самым вероятным кандидатом на пост канцлера. Австрийцам он пообещал новый стиль управления и виртуозно сыграл на правом поле. Продавив введение жестких квот на прием беженцев и закрытие балканского маршрута. Это не победа над другими, а возможность реальных изменений в нашей стране. Этот день дал сильный мандат для изменений. И я благодарю вас за это. Чтобы изменить страну, Курцу еще нужно сформировать правящую коалицию. Вариантов у него всего два. Маловероятный союз социал-демократами. С ними Курц рассорился из-за грязной предвыборной кампании эздеков. Более вероятный, но сложный с правыми популистами из австрийской партии «Свободы». Эта политическая сила требует вообще прекратить прием беженцев, отменить санкции против России и признать аннексию Крыма. Посмотрим, насколько они честны и серьезны. Готовы ли они начинать с нами честные переговоры. Но будьте уверены, мы останемся верными себе и австрийцам. Удастся ли консерватору и еврооптимисту Курцу найти компромисс с ультраправыми, и кто получит портфель министра иностранных дел в новом австрийском правительстве, покажет время. В любом случае, коалиционные переговоры будут долгими, сложными и вряд ли обойдутся без громких политических сюрпризов. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Это подробности и далее в нашей программе. Протекающая крыша, стены, покрытые грибком и старое оборудование. В таких условиях лечат детей в городе Долина, в Прикарпатье. Есть ли шанс, что больницам окажут неотложную помощь, выясняли мои коллеги. Облезлый фасад – разрушенная лестница. Так сегодня выглядит Долинская детская районная больница. Внутри – не лучше. В манипуляционном кабинете со стен вот-вот начнет осыпаться плитка. Тут потребуют ремонты стены, потому что вся плитка дыхает, она отпадает. Стель так же отпадает, вся лужчится. Инна Долишняя лечит здесь маленького сына второй раз. Рассказывают, бывали во многих медучреждениях. Но такого ужаса нигде не встречали. Ты даешь и гроши, и купляешь лекарства, чтобы вытянуть детей, ну, понимаете. А уже потом ты приходишь до тяги от этих всех умов. Я могу немного идти в палаты, мешка, какую-то постель, ну, хоть что-то, понимаете. Сотрудники больницы рассказывают, капитального ремонта здесь не было уже 40 лет. Палаты обустраивают за собственные деньги, иногда помогают спонсоры. Несколько лет назад полностью обновили одну из палат в манипуляционном отделении. Сейчас там современные ремонты, новая мебель. А вот в дневном стационаре кровати и белье еще советского производства. А это Долинская детская поликлиника. Капремонта здесь тоже не было давно. Трубы текут, в подвале вода, на стенах плесень и грибок. Стеля лушится уже, роки в восемь, все падает. Падала и тут штукатурка, и там, в том кабинете так само. Тут есть еще другой кабинет. Проводка горела четыре раза, два раза прямо был в огонь. Серьезно, подчас приема. Заведующий поликлиникой говорит, чиновникова помощи просили не раз. И вот, похоже, лед тронулся. Мы недавно складали кошторы, списали, что нам нужно. И сколько на то потребно грошей, и все это подали в районную раду. Но это буквально, может, месяц назад. А что раньше нас ждали? Нам никто не пропонувал такого сделать, понимаете. А сейчас нам запропонували. Почему о больнице и поликлинике вспомнили только сейчас, когда там уже полная разруха? Мы решили поинтересоваться у руководства Долинской райгосадминистрации. Но узнав о приезде нашей съемочной группы, чиновники поспешили уйти с работы. У кого отпуск, у кого срочные командировки. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зинуви Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Сфера здравоохранения, лидер коррупции в Украине. На втором месте образование. Так считают внеправительственная международная организация Transparency International. Но самый коррумпированный орган – фискальная служба, поскольку пользуется огромным влиянием на бизнес. Кроме того, в лидерах коррупционного рейтинга по-прежнему суды. Нет вагонов, нет дорог. В Закарпатье строительство новых автотрасс, которое начиналось с большим размахом, поставлено на паузу. А все из-за того, что в область невозможно завести материалы для производства асфальта. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Почти километр вот этой новенькой дороги в Мукачевском районе проложили всего за 6 часов. Невиданная скорость работ для здешних мест, признаются жители. Тендер на строительство выиграла румынская фирма. Перевезла современную дорогую технику, но не тут-то было. Асфальтов кладчик Штефан уже который день сидит без работы. Доброе работы. У нас за один день сделали. Уже два дня стоят. Сколько вы не могли сделать за тот час? Такие у нас порядки. Нема асфальт. Проблем. Работы остановили, потому что нет асфальта. Купить его в Закарпатье невозможно. Привозили грузовыми составами из других областей. Закупать за границей тоже нельзя. Ведь тогда он будет стоить дороже, чем предусмотрено тендером. Румынские предприниматели беспокоены, что из-за этого форс-мажора не смогут выполнить договорные обязательства. Мы можем укладывать каждый день полтора километра дороги, но нет асфальта. Такое в нашей практике впервые. Даже не думали, что столкнемся с такой проблемой. По словам губернатора Геннадия Москаля, поставки асфальта прекратились, потому что Крызолизница не предоставила для этого нужного количества вагонов. Почему-то вагоны перекочевали с государственной властью, в приватную властью. Сегодня ни один поезд, кроме экспортно-импортных, те, что идут за кордон, не едут. В Укрзолизнице признаются, половина вагонов действительно в частной собственности. Их используют для импорта и экспорта товаров. Остальные, а это около 32 тысяч вагонов, либо устрелили и пришли в негодность, либо брошены на перевозку угля по госзаказу. По плану, 16 км новой дороги, которую строят Румыны, соединят три района Закарпатия. Мукачевский, Свалявский и Береченский. Там должны проходить новые туристические маршруты. Таким образом, власти планируют дать толчок развитию депрессивных горных сел. Отказываться от идеи в облгосадминистрации не собираются. И уже пообещали строителям. Асфальт скоро будет. Богдан Вербицкий, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. В соседней Черновицкой области дороги появились в лесу. Там грузовиками массово вывозят незаконно срубленные деревья. Совсем недавно общественные активисты зафиксировали очередную вырубку. Ольга Паломарюк все увидела. Это лес в райцентре Кисмань. Всего в нескольких сотнях метров от центральной дороги. Но близость к трассе, видимо, не помеха лесным дельцам. Несколько дней назад активисты обнаружили здесь массовую вырубку деревьев. Насчитали свыше 70 пней. Тут в диаметре больше, чем 50 метров. 60 с лишним сантиметров в диаметре мы тут бачим. Теперь вы почитаете длину. Тут есть 3 метра до 4 метров. Мы тут берем крону дерева до тех гилок. А такой дуб стоит минимум 1000 долларов. Как мы видим, это стовбор этого дорогого дуба. Пилили исключительно дуб и только высококачественный. Сломанные деревья и трухлявый. Сухостой никто не трогал. Хотя и разрешающий клеймо на таких стволах есть. Это дерево было сам стихийным лихом. Видите, сам пошкоджено. Вот оно промаркованное. Что может служить. Да, действительно, что его сам нужно спилять. Но почему его не пилят? Он может нести загрозу в жизни и здоровье людей. Люди ходят, собирают грибы. Его никто не сам спилит. А наоборот спилит сам. Делался древосин, который действительно используется попитом на черном рынке. Иван Гешко, чемпион Европы и мира по бегу. В этом лесу регулярно тренируется. Но сейчас заниматься негде. Тропинку уничтожили лесовозы. А остатками срубленных деревьев перекрыли все входы в лес. Дубов вырезали минимум на полмиллиона гривен, посчитали активисты. А вот в лесхозе уверяют, вырубка законная. Деревья пилили, чтобы соседнюю дорогу осветлить. Но общественники уверены, документы, по которым проводят рубку, фиктивные. Сейчас срезанные деревья охраняют сотрудники полиции. По факту вырубки открыли уголовное производство. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. В результате лесных пожаров в Испании погибли два человека. Люди бежали из пострадавшего региона Галисии. Но их машина загорелась во время движения по дороге. Спасатели до сих пор пытаются локализовать очаги возгораний. В зоне риска объявили срочную эвакуацию. Полиция тем временем выясняет причины внезапных пожаров. Среди главных версий – умышленный поджог. В соседней Португалии в огне погибли уже 27 человек. Леса полыхают в центре и на севере страны. Гасить приходится полторы сотни возгораний одновременно. Их причиной считают жару и засуху. Минимум 6 человек погибли в результате обвала жилого дома в индийском городе Бангалор. На месте происшествия еще продолжается спасательная операция. Поскольку под обломками могут быть люди. Сначала местные СМИ сообщали о взрыве газового баллона в доме. Но позже эту информацию опроверг министр внутренних дел штата. Настоящие причины инцидента до сих пор неизвестны. Вы не сказали «да» и не сказали «нет». Примерно так расценили в Мадриде послание президента Каталонии Пучдемона. В правительстве Испании, напомню, потребовали от него четкого ответа на вопрос про возглашена ли в регионе независимость. Но письмо каталонского лидера вызвало еще большую неразбериху о трудностях перевода в нашем материале. Сегодня ровно в 10 утра истек срок 5-дневного мадридского ультиматума Каталонии. Впрочем, в Барселоне с ответом о заветной независимости не спешат. Президент региона Карлос Пучдемон так и не смог четко сказать, независима Каталония или нет. Вместо этого направил письмо к премьер-министру Мариану Рахою с просьбой в течение двух месяцев начать диалог. К этому Пучдемона призывают и сами каталонцы. Важно, чтобы кто-то проявил инициативу и стороны в конце концов начали общаться. Думаю, что у нашего президента нет другого выхода. Он не может отбросить провозглашение независимости, как того требует испанское правительство. Это означало бы предательство двух или трех миллионов, которые проголосовали за это на референдуме 1 октября. Вести диалоги всегда хорошо. Если же его не будет, мы должны провозгласить независимость. Иначе все было напрасно и мы ничего не получим. Мадрид такая неопределенность не устраивает. Испанское правительство поставило Пучдемону новый ультиматум. Теперь до четверга, чтобы отозвать декларацию о независимости, которую он подписал. Хотя по каталонским законам это должен сделать парламент региона. Вице-премьер Испании отметила, что в правительстве не исключают диалога с Каталонией. Но он должен проходить в рамках закона с максимальной ясностью и без увиливания. Было не так уж сложно сказать «да» или «нет». Теперь мы имеем ситуацию с преднамеренной неразберихой. Поэтому уже к 10 утра 19 октября Пучдемон должен все исправить и внести ясность, предоставив четкий ответ. В то же время премьер-министр Испании Марианна Рахой предупредил Пучдемона, что в случае официального провозглашения регионом независимости Мадрид прибегнет к 155-й статье Конституции. Она предусматривает приостановление автономии региона и введение прямого правления Испании. Людмила Понасюк, Екатерина Кровец, подробности телеканал Интер. Решающий ужин. Британский премьер отправилась со срочным визитом в Брюссель. Она надеется сдвинуть с мертвой точки переговоры по Брекзиту, пока прогресса достичь не удалось. Что нового может предложить Тереза Мэя, узнавала Светлана Чернецкая, наш субкор в Лондоне. Четыре месяца насыщенных и напряженных переговоров, и все впустую. Лондон и Брюссель зашли в тупик. Ни одна из сторон не готова идти на компромисс по Брекзиту. Приходится пускать в ход тяжелую артиллерию. Тереза Мэя приняла решение срочно вмешаться в переговорный процесс. Отправилась в Брюссель на встречу с главой Еврокомиссии Юнкером и главным переговорщиком по Брекзиту Барнье. Общаться будут за ужином. И, очевидно, британский премьер припрятала козыри в рукаве. Ей крайне необходим прорыв в переговорах. Ведь уже через три дня начнется саммит лидеров ЕС, на котором президенты и премьеры оценят прогресс, достигнутый Лондоном и Брюсселем. А пока хвастать нечем. Застряли на трех главных вопросах. Сколько отступных Лондон должен заплатить за развод с ЕС? Какими правами будут обладать европейцы в Британии? И что делать с границей между Ирландией и Северной Ирландией? Мы уверены, пришло время начать серьезные разговоры о будущем и новых отношениях между Великобританией и Европейским Союзом, которые удовлетворят обе стороны. Мы сделали справедливое предложение Брюсселю и надеемся, что наши друзья и партнеры услышат нас. По графику уже на следующей неделе Лондон и Брюссель должны приступить к обсуждению торговых отношений. Важность этого вопроса для Британии сложно переоценить. Но не решив проблемы на первом этапе, переходить ко второму в Евросоюзе отказывается. Параллельно Тереза Мэй пытается повлиять на ход переговоров, беседуя с европейскими лидерами. Вчера обсуждала трудности процесса по телефону с немецким канцлером Меркель, сегодня с французским президентом Макроном. Ведь если переговоры будут и дальше такими сложными, Лондон развернется и уйдет вообще без каких-либо договоренностей, громко хлопнув дверью. Такой исход неприемлем для обеих сторон, но вполне вероятен. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Как ирландцы потешаются над штормом Офелия? Кого обвинила в домогательствах певица Бьорк? И где можно прокатиться на поезде из фильмов о Гарри Поттере? Об этом и не только в нашем обзоре. До Ирландии добрался шторм Офелия. Его уже окрестили худшим погодным явлением за минувшее полвека. Власти просят местных жителей без крайней необходимости не выходить на улицу. Обесточены более 200 тысяч домов. Те же, у кого свет есть, шутят о непогоде в соцсетях, запасаются пивом и чипсами. Силу ветра отслеживают, например, с помощью воздушных шариков и полотенец на прищепках. Американского продюсера Харви Вайнштайна исключили из киноакадемии «Оскар» из-за секс-скандалов. Решение поддержали более чем две трети киноакадемиков. Дескать, таким образом хотели показать, что эпоха, когда в киноиндустрии закрывали глаза на сексуальные домогательства, закончилась. В начале октября в изданиях «Нью-Йоркер» и «Нью-Йорк Таймс» вышли статьи о распущенности одного из самых влиятельных голливудских продюсеров. В сексуальных преступлениях Вайнштайна обвиняют около 20 женщин, в том числе актрисы Анжелина Джоли, Квинет Пелтроу и Роуз МакГоэн. А певица и актриса Бьорк рассказала о том, что ее домогался известный датский кинорежиссер. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. Имени обидчика не назвала, заметила только, что речь идет о соотечественнике. Но местные СМИ уже вычислили, что единственным датским режиссером, с которым работала Бьорк, был скандально известный Ларс фон Триер. Сам режиссер это пока не прокомментировал. Нападающий греческого футбольного клуба «Ксанти» Бритто получил желтую карточку после того, как вытер ногу о судью. Это произошло, когда футболист готовился бить штрафной в матче с афинским аэком. Рефери отмечал спреем место на поле, с которого должен производиться удар, но случайно испачкал бутцу Бритто. Спортсмен повозмущался, а затем провел ботинком ноги по голени судьи, за что и был наказан. В Японии изобрели кофе из чеснока. Оригинальный рецепт придумал 74-летний владелец одной из кофеин. Случайно, по невнимательности, он растопил сухой молотый чеснок в горячей воде. Вкус напитка оказался похожим на кофе, а с тех пор японец не раз усовершенствовал свой напиток. И уже наладил промышленное производство нового чесночного кофе, который можно готовить, как обычный растворимый. Шотландская семья отправилась в поход и потеряла свою лодку. Ее унесло водой, когда родители с детьми отдыхали на берегу. Глава семейства обратился в полицию. Там ему посоветовали идти к железной дороге, пообещав, что семью подберет ближайший поезд. Когда люди подошли к железнодорожному полотну, их ждал сказочный поезд, который в фильме о Гарри Поттере вез юных волшебниках из Лондона в Хогвартс. На самом же деле шотландцы подобрал якобит, экскурсионный паровоз, ставший в свое время прототипом для Хогвартс-экспресса. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»!